Церковь Русская, красуйся, великуй! Церковь Русская, красуйся, великуй! Церковь Русская, красуйся, великуй! Церковь Русской праздником святителя Филиппа, митрополита Московского, того самого великого святителя, который, стоя на том месте, на котором мы сейчас стоим, отказался благословить грозного царя Ивана за ту кровь, которую он проливал. В то время этот знак неблагословения имел огромное значение, потому что авторитет царя во многом основывался на авторитете церкви и веры. И если митрополит не благословлял царя, то это означало, что церковь не поддерживает царскую власть в тех деяниях, которые не соответствовали Божьему закону. И это дорого стоило святителю Филиппу. Он был унижен, с него были сорваны архиерейские одежды. Он был незаконно лишен сана и сослан в Отроч-монастырь в Твери, где, прожив несколько лет в подвале, как узник, был в конце концов по приказу Ивана Грозного задушен малютой Скуратова. Мы вспоминаем этого святителя и считаем по праву его символом внутренней духовной свободы человека от внешних, даже самых мощных политических и иных человеческих влияний. В его лице мы видим образ церкви нашей, которая всегда, будучи с народом, и которая всегда во благо народа, поддерживая власть, находила в себе силы. Либо не давать благословения, как то было при митрополите Филарете, либо прекращая поминать власть за богослужением, как это было в августе 1991 года. Церковь, будучи верна Божьей правде, несет свидетельство о истине евангельской всем, и властям, и простому народу. У нее нету никаких своих земных целей, она не стремится к власти, она не пытается конкурировать с властью, она занимается своим делом, спасением душ человеческих. Но когда наступает момент истины, когда она должна сказать Божью правду, в том числе и обращаясь к сильным мира сего, она смиренно, тихим, но уверенным голосом говорит об этой Божьей правде. Сегодня для нас особый день. Мы чествуем в этом храме святейшего и блаженнейшего Илью, католикоса-патриарха всей Грузии, в связи с избранием его лауреатом премии Международного фонда единства православных народов. Этот фонд своими премиями отмечает особую роль людей разного положения, из разных стран, которые своими трудами содействуют утверждению христианских ценностей, миру между людьми. И тем самым содействуют единству, в том числе и православных народов. Я сердечно приветствую вас, ваше святейшество и блаженство. Вы избраны в качестве лауреата не случайно. Ваше... в вашем служении многократно вы отобразили, в том числе и подвиг святителя Филиппа. Как святитель никого не обижал и не делал громких заявлений, но символически проявил ту позицию, которую Церковь и должна была проявить, Так и вы в сложных политических обстоятельствах становления независимого грузинского государства, никогда не идя на конфликт ни с властью, ни с народом, умели символически и словом своим выразить Божью правду. И народ, грузинский, православный народ, слышал ваш тихий голос. И, может быть, благодаря вам и Церкви Грузинской, общество не сорвалось в кошмар гражданской войны и противостояния, но у него хватило и сил сохранить внутреннюю свободу от всякого принуждения и всякой неправды. И мы с большой надеждой смотрим на то, что сегодня происходит в Грузии, надеясь, что в результате этих политических перемен изменятся и отношения между нашими братскими странами и народами. И с этого исторического омвона я могу свидетельствовать, что в этих переменах огромная роль вашего Святейшества и Блаженства, вашего епископата, вашего духовенства, благочестивого народа, вашей интеллигенции, всех тех, кто слышит голос своего Патриарха. Я бы хотел также сердечно приветствовать господина Сулеймана, президента Республики Ливан. Вы, ваше превосходительство, в каком-то роде являетесь уникальным политическим деятелем. Вы единственный христианин, президент арабской страны. Россия исторически поддерживала добрые связи с арабским миром. Она поддерживала арабов в их справедливой борьбе, в том числе и за справедливое решение палестинского вопроса. И по многим другим проблемам, связанным с жизнью арабского народа в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Сегодня и Северная Африка, и Ближний Восток, арабские страны проходят через тяжелейший период своего исторического бытия. Еще никто не знает, чем закончится так называемая арабская весна. Но уже известно, каким колоссальным человеческим жертвам привели эти кровавые перемены в жизни арабских народов. И сегодня наше сердце сопереживает народу Сирии, вашим соседям, с которыми Ливан связан тесными узами. Мы состраждем особенно сирийским христианам, которых сегодня те, кто претендует на право утверждать демократию в Сирии, убивают в своих собственных домах только потому, что они христиане. Они врываются в христианские дома и убивают людей, у которых не было в руках оружия, изгоняют стариков и детей. И телевидение доносит до нас эти кошмарные картины трагедии сирийского народа. Многие в Сирии являются членами антиохийской православной церкви. Это наши братья и сестры. И сравнительно недавно, посещая Сирию, я имел возможность видеть эти лица. И как страшно сознавать, что многие из тех, кто молился вместе со мной и с патриархом Игнатием, кто радостно и светло взирал на торжество двух православных церквей, сегодня уже не живут на белом свете. Они погибли в результате той страшной войны, которая сегодня идет на территории Сирии. Я хотел бы поблагодарить вас, ваше предвосходительство, за вашу мудрую взвешенную политику, за вашу заботу о сохранении единства ливанского общества. Это, конечно, главная ваша ответственность как президента. Но одновременно, будучи христианином, вы утверждаете всей своей деятельностью важность, высоту христианских нравственных принципов как в жизни, так и в политике. Вы также избраны лауреатом премии Международного фонда единства православных народов. И вчера мы вручили вам вместе с теми, кто еще был избран, диплом и памятный знак. И сегодня в этом историческом храме Руси, я хотел бы сердечно поблагодарить вас за ваши труды и за ваше служение. И третьим лауреатом премии является Владимир Иванович Якунин. Он возглавляет российские железные дороги. Человек, хорошо известный у нас в стране и за границей, своей многообразной деятельностью. Как человек, возглавляющий одну из самых мощных российских компаний, Владимир Иванович много сил полагает на совершение дел благотворительных, на поддержку семьи, детства, в чем ему в значительной мере помогает его замечательная супруга, которая здесь присутствует. Но кроме того, Владимир Иванович возглавляет фонд Святого Андрея Первозванного, Центр национальной славы России, которые имеют множество своих замечательных программ и благотворительных, и гуманитарных, и интеллектуальных программ. И одна из них – это диалог цивилизаций, установление интеллектуального, культурного диалога с представителями различных религий и национальностей, различных культурных, цивилизационных традиций. Во время глобализации, когда все смешивается, когда возникают опасности уничтожения национальных и религиозных традиций, ваша деятельность, Владимир Иванович, имеет совершенно особое значение. И я хотел бы, сердечно поздравив вас, присуждением вам Международной премии единства православных народов, поблагодарить вас за ваши труды. Ваше Святейшество и Блаженство, я бы хотел в этот святой день, когда мы вместе с вами совершили одну Евхаристию, единую Евхаристию, причастились от одной чаши тела и крови Христовой, в знак моей любви Грузинской Православной Церкви, передать частицу мощей святаго-благоверного и великого князя Александра Невского. Это юбилейный год со дня его кончины. Также в этом году мы празднуем и трехсотлетие Александра Невской лавры в Петербурге. Пусть этот защитник земли русской, ходатый пред Богом, о нашем народе, окруженный благочестивым молитвенным памятованием в земле грузинской, ибо в городе Тбилиси находится храм Александра Невского, почитаемый как грузинами, так и русскими. Я хотел бы в этот самый год передать вам мощи святаго-благоверного князя Александра Невского, чтобы верующие грузинской церкви могли возносить пред ним молитвы о земле русской и о земле иверской, грузинской, о народах наших, дабы его молитвами Господь споспешествовал в добру в развитии отношений между нашими странами и народами. Исполайте деспота, ваше святейшество! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok